Что вам предложить? Бодрящий кофе, ароматный чай? Спасибо, нет. Ну как это нет? Пожалуйста. Свежая пресса, бодрящий кофе, лечебный чай, ароматный на травах. Пожалуйста. Немножечко, половиночка. Алена Грыбайлова опошним часом сумящая справа у библиотекара и бармена. Як только при библиотеке открылась каверня рандеву, тут и чатачом стало крыху болей, и сами горожане на вядомую с детинства библиотеку поглядели иначе. Столики по интересах, читания и размова. Просто рецепт бялынинского уикэнда. Муж голова, жена шея. Пережиток прошлого или женская мудрость? Вот как бы полезно почитать. Как вам вообще идея такого летнего кафе? Ну, очень интересно. Очень интересно. И так они все аккуратненько здесь хорошо придумали. Очень интересно. Нам нравится. Живо, экстравагантно, весело на природе. Около фонтана, летом. Постоянно. Чаще бы так. Как поет Митяев, лето – это маленькая жизнь. И в эту жизнь вмещается столько событий, столько дел, что многие наши белынчане им просто не досуг дойти в районную библиотеку. Поэтому мы решили воспользоваться тем, что рядом с нашей библиотекой вот такой чудный маленький сквер с фонтаном. И мы решили выйти сюда, организовать это библиокафе. Место для летнего рандеву тут обрали личи самая творчая. Побач, дом культуры и музей. Деда Рэши так само чекают гостей на третью выставу проекта «Самобытные талинты Бялынничины». Мы пытаемся представить жителям нашего района, посетителям нашего района вот именно творчество людей, самоучек, скажем, да, тех, кто свой талант развивает сам. Вот. Тот, кто живет рядом с нами, работает рядом с нами. И поэтому это, ну, очень интересно. Трапить у библия кавярню можно до конца лета. Однако книжно-чайные сустрэши тут отменять. Не сбирают цена вот с надыходом холодов. К тому же зараз распроцовывают новый восиньский формат. Андрей Шуляк, Седа Каспарова, Александр Тарасов. Новинный регион.